Звенигород Сегодня его окна выходят на центральный парк города. Ему очень хочется видеть его чистым и красивым. В мои окна выходят парк, скверик. Я вижу весь парк вокруг. Думаю, как бы хоть бы вот это место привести в порядок. Не каждый день, но очень часто приезжают большие группы туристов. Они обязательно посещают храм, посещают парк. И вот ходить и смотреть в парке вот на это вот, что вы видите, это площадки, мусор такой. Ранее пенсионер рассказал о своей мечте губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Идеи местных жителей поддержали и включили в проект благоустройство «Звенигород. Гостиный город». Обновление коснется не только территории парка, но и всего исторического центра. Напомню, что эти работы не о строительной. Речь не идет ни о каком-то капитальном строительстве домов, отелей, любых магазинов. Мы делаем новое мощение, добавляем в городу больше зелени, будем ремонтировать фасады, добавляем малоархитектурные формы в виде новых светильников, лавочек, урн и также скульптур. Основную часть работ по благоустройству планируется завершить к юбилею города. Историческая часть «Звенигорода» станет центром притяжения для туристов со всех регионов нашей страны, уверен глава муниципалитета. А при совместной работе с такими неравнодушными жителями, как Александр Петрович, выполнять эту задачу гораздо легче. Мне так не хотелось, чтобы продолжали говорить о России, как говорили когда-то. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы мундиры голубые, и ты покорный мой народ.